шалом хаварим приветствуем вас друзья всем тем кто смотрит наши передачи 777 секунд которую портал ешоа . org производит для вас вместе с телеканалом бог т.в. и вот сейчас с еврейской мессианской общины города одесса ор машех сегодня у нас двойная недельная глава тазрия и митра вместе с александром шинога я буду рассуждать о ней специально для вас шалом саша шалом сегодня у нас очень непростая глава тем более их две вопросы которые разбираются в этой главе это вопросы посвященные чисто чистому нечистому вопросы посвященные проказе то есть иными словами жил жил человек и вдруг что-то заметил какое-то пятнышко вот она появилась и если для всех остальных народов это ничего не значило тот именно для еврейского народа это могло означать очень многое то есть жизнь такого человека могла поменяться совершенно кардинальным образом причем речь шла ведь не только о том что у него будут медицинские проблемы он общественно мог стать изгоем в народе и и это было большей проблемой потому что если мы говорим о проказе как таковой то проказу нельзя было просто так подцепить ну скажем кто-то чихнул один человек чихнул на другого человека и вот и весь тоже болен проказы то есть проказа она появлялась в жизни человека и достаточно точно никто толком и не мог сказать почему это происходит когда когда произошло инфицирование да да значит что меня вот удивило когда я вот когда-то что читаю вот вот все вот это вот читаю и удивляюсь тому что человек у которого есть подозрение на там на проказывает ну или просто у него опухоль появилась любого типа что он должен был идти не к врачу можно не сомневаться что конечно же там были врачи люди ходили к врачам со своими проблемами но вердикт в отношении социальных связей человека в отношении вообще все его дальнейшей жизни ему выносит не врач а священник и вот я прям с первых стихов читаю здесь написано пусть поведут его корону священнику или к одному из сынов его священников священника смотрит язву и объявит его нечистым ну или там дальше по тексту чистым при допустим уже если он увидит что что то другое что я вижу здесь что болезнь она имеет духовное основание и тот кому положено было по своей должности что ли по роду деятельности разбираться в духовных вопросах то есть священник вот он именно должен вынести вердикт в отношении того может ли этот человек соприкасаться с другими людьми может ли он быть с ними вместе вспоминаю также вот историю о том как одна женщина которая стратила все свое состояние на врачей и они не помогли ей совершенно она лишь стала нищей до в результате лечения которое они ей предлагали вот что и шо исцелил ее она прикоснулась к нему в вере и стала здорова в миг не потратив на это ни копейки и опять это напоминает нам о том что у многих болезней которые есть у людей я не говорю всех но многих болезней из духовное основание если человек этого не понимает если или не понимать почему почему у него та или иная проблема пусть она поговорить с кем-то из духовных людей все не помолятся за него и проблема может решиться очень быстро если у болезни этого человека есть действительно духовное основание да вы знаете люди очень часто делают таким образом что-то происходит в моей жизни но как бы ты понимаешь что это что-то не очень хорошее ну такое вот как-то ты вдруг почувствовал себя хуже да и как правило люди не спешат об этом делиться что первое начинает делать обычный советский человек он начинает мазаться какими-то мазями он звонит например своей маме или своей тете которая когда-то там знаете была замужем за врачом например да и спрашивает тетя вот у меня там это в лучшем случае до появилась какая-то там что-то где-то какой-то там и начинается самолечение и как правило такой человек он поступает к настоящим врачам к людям которые адекватно могут разобраться в ситуации уже в запущенном состоянии если мы говорим о духовных проблемах если мы говорим о каких-то духовных вещах бывает такое что человек он вот что-то происходит тоже в его жизни он может быть имеет сложности со свободой или или с каким-либо грехом в каких-то сферах он пытается разобраться сам пытается знаете сам сделать оценку и поставить диагноз того что с ним происходит то есть иными словами ну это же не смертельно это просто просто пятнышко она пятикопеечную монетка ну как бы заклеил и не видно и как бы и что не проблема но мы видим что бог объясняет о том что на самом деле это проблема потому что даже небольшое пятно даже она сокрыта в каком-то тайном месте которое никто из людей никогда не видит она способна принести разрушение как жизнь этого человека так и принести разрушение во все общество и ты правильно говоришь михаил том что бог он создал израиль для того чтобы показывать святость свою то есть он отделил этот народ он призвал их к святости совершенно верно и все что говорится в торе на тему святости это то что должно было научить израиль жить чистой жизнью и показать таким образом пример другим народам что можно нужно нужно и можно и это хорошо жить чистой жизнью прежде всего им нужно было разобраться внутри самих себя с вопросами чистоты и святости интересно заметить что если мы смотрим на эти вопросы здесь есть ответственность как священника прийти и встретиться с этим человеком но есть ответственность самого человека прийти к священнику и это перекликается для меня с тем местом писания когда мы читаем о том что болен ли кто из вас позовите присвятеров они помолятся о таком человеке помажут его и елеем и если он соделал какой-то грех то это будет ему прощено да и молитва веры и солид болящего здесь вот это вот пусть призовут старших в общине это то же самое что здесь написано о том что нужно пойти показаться священнику то есть тем людям которые еще раз повторяюсь разбираются в духовных вопросах дабы не заниматься самолечением не делать выручки аптекам не разорять себя как-то женщина которая источила все но так и не вылечилась мы можем увидеть определенные этапы того как человек двигался к исцелению и я думаю что это очень практично потому что мы можем увидеть те же самые принципы в нашей духовной жизни первое что мы видим что такой человек который имел какую-то проблему он был изолирован от общества что происходит в момент изоляции в момент изоляции а есть определенная знаете как бы признание при всех о том что послушайте существ проблемности проблема и смена и смирение в этом совершенно верно иными словами уже своим действием приходом к врачу ты говоришь у меня есть проблема смирение это основание для последующего исцеления совершенно верно это первый шаг который мы делаем и и мы понимаем что следующее что мы видим это симптомы то есть человек он приходит в смиренном состоянии говорит у меня есть вот такие такие симптомы и здесь очень важно друзья понимать что в нашей жизни отступление от бога или какие-то серьезные грехи они не начинаются просто так потому что всегда есть симптомы это не происходит таким образом что человек он вдруг проснулся и оказалось что все тело мгновенно в проказе вот вот 10 минут назад был здоров а тут все тело в проказе вчера был максимально духовен а сегодня не могу совладать с привычками лезут разные в голову левая как говорится идеи и не могу ничего с собой поделать совершенно верно скорее всего был какой-то процесс который может быть не был агрессивно активным не в агрессивно который набирал обороты по себе он потихоньку набирал обороты и приносил разрушение же человека и и речь идет о разборе симптомов что происходит написано что священник он осматривает такой человек он ставит его на свет он смотрит какие волосы какая глубина язвы какая вообще структура этой язвы то есть идет предметно я покажите священнику расскажите ему все до конца своему духовному наставнику не скрывайте ничего дабы ваше исцеление как говорится вас обнаружила вас достигла да чтобы вы не оставались больными дальше да и потому что обнаружено ставится диагноз священник говорит чист нечист и что нужно делать какой порядок необходим для такого человека и следующее что мы видим что такой человек он осознает что это его ответственность его проблема и это вопрос сердце то есть он понимает о том что ему нужно следовать тем предписанием которые дает ему священник опять же здесь есть смирение и бог смиренным дают благодать исцеление совершенно верно и очень важно помнить что все весь этот процесс вообще все эти действия они не имеют силы без веры человека потому что человек может спокойно сказать послушайте я не переживаю о том что вы говорите я считаю лично мое мнение что я чист лично мое мнение что я не заразный или так да я болен но кто из нас здоров до конце концов если исследовать каждого и так далее и так далее есть таких да без греха нет нет здоровых есть просто не осмотренные врачами совершенно верно да и мы понимаем что вера это одно из ключевых моментов которые необходима человеку для того чтобы прийти к вообще к здоровью к исцелению поэтому следующее что следует следующий этап который следует за верой это действие такой человек должен удалиться такой человек не может знаете как бы находиться в состоянии ну ничего я конечно больной но я вам служу не переживайте я способен все равно еще есть порох в пороховницах и как бы я много книг в свое время прочитал и и после того как проходят действия проходит время такой человек он снова приходит первосвященнику и снова первосвященник осматривает его то есть есть определенная подотчетность в исправлении в этом пути от шувы и я верю что это очень важно друзья для нашего духовного возрастания для духовного наставничества чтобы мы были подотчетны и нашим наставникам чтобы мы не боялись да да выносить проблемы которые есть у нас и они поставлены богом для нас для того чтобы помогать нам и совершенствовать нас бог дает благодать тем кто должен в этом разбираться вот благодать разобраться понять он призывает нас быть смиренными он желает нас не унизить а желает чтобы мы стали чисты чтобы мы в итоге были с ним и чтобы мы принесли пользу всем тем с кем находимся в общении кто окружает нас спасибо что были сегодня с нами смотрите нас на следующей неделе шалом шалом дорогие друзья если наш портал и ишуа . орг является благословением для вас вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения наши реквизиты находятся на странице помощь сайту мы благодарим вас за поддержку и пусть всевышний благословит вас